Каратэ знакомы большинству людей по фильмам и репортажам соревнований, но не все слышали о том, что каратэ уходит корнями в китайские школы Цуаньфа, которые когда-то попали на маленький остров Окинава. По сей день в окинавских стилях прослеживается сильное китайское влияние. Стиль жесткого и мягкого гудзюрю сочетает в себе дыхательные техники, тщательную проработку мышц и связок, подготовку и укрепление тела, а также приемы самообороны. Не существует ограничений на занятия гудзюрю, ни возрастных, ни физических. Каждый человек сможет выбрать себе подходящий для его комплекции приемы из арсенала. Во время занятий изучаются базовые техники, от которых постепенно переходят к более сложным. Сначала изучаются простые удары и блоки. Затем переходят к практике в движении, техника которой усложняется по мере роста уровня ученика. Постепенно вырабатываются устойчивые рефлексы, позволяющие эффективно защищаться от внезапного нападения. Стиль гудзюрю рассчитан на ближний бой и эффективен при защите от нападающего в замкнутом пространстве, таком как лифт, комната или автомобиль. В нашей школе нет обязательных свободных поединков. Приемы самообороны отрабатываются в виде связок технических действий, включающих различные варианты защиты от атаки, например, блоки ухода или освобождения от захвата, за которыми следуют контратакующие действия, в том числе удары по жизненно важным областям, болевые замки, удушения, бросковые техники. Принято использовать максимально короткие и эффективные приемы, так как в жизни схватка обычно длится несколько секунд. Продвинутые ученики практикуют и более сложные техники, развивая мастерство владения тела. Обязательная постановка ударов производится на специальном оборудовании с минимальным риском получить травмы. Основной опор делается на отработку защитных действий. Блоки и так называемые набивки практикуются в парке и служат для подготовки тела и психики к отражению нападения. Работа с традиционным оружием окинавы входит в дополнительную программу. Также изучается язык, история, культура и этикет Японии, что позволяет достичь эффекта полного погружения во время ежегодных поездок в Японию. Главашковый Павел Демьянов с учениками посещает своего наставника на Окинаве. При получении инструкции и новых знаний, передающихся от сердца к сердцу, от учителя к ученику. Тенаха-сенсей является прямым продолжателем основателя стиля и в свои 75 лет прекрасно себя чувствует и продолжает свои занятия. В 2015 году Тенаха-сенсей врачил Павлу Демьянову сертификат на соответствие уровня 4 ДАН. Он дал наставление учить и распространять его знания на территории России. Приглашаем всех, кто заинтересован в саморазвитии, укреплении здоровья и приобретении навыков самообороны присоединиться к нашим занятиям. Субтитры создавал DimaTorzok